Субтитры делал DimaTorzok Ну а теперь время и поучиться. Пошли! Знаешь, кто такой Сергей Михалков? Нет. Не знаешь? А вот этого персонажа знаешь? Это дядя Степа. Это дядя Степа. Ты почитала про него книжки? Да. Так вот именно Сергей Михалков придумал дядю Степу, и он автор вот этих замечательных рассказов. В такой красивой и яркой библиотеке Сабрина в первый раз. Сюда может прийти каждый ребенок вне зависимости от места жительства. А чтобы брать книги на дом, нужно зарегистрироваться. Привезти с собой взрослого с паспортом. Ребенок из детского дома может, например, прийти со своим воспитателем или волонтером типа меня. Первая наша библиотечная остановка – большая книга с самыми разными изданиями дяди Степы. Сабрина признается, почтение у нее трояк. Пока не очень получается. Но в свои 10 лет понимает, чтобы наверстать, нужно постоянно практиковаться. Поэтому читает девочка почти все на своем пути. Так, Сабрина, выбирай любую книгу. Вот, давай, прикасайся к ней. Вот, смотри, она вот здесь вот появилась. Видишь, ее можно почитать прямо вот с монитора. Люди ездили по свету, усадив себя в карету. Но пришел 20-й век, сел в машину человек. Ну, пойдем с тобой выгнаться и почитать. Сабрина, как и все дети, любит сказки. Стала искать книжки про Винни-Пуха, про Морозко и про Лунтика. Говорит, это ее любимые персонажи. А ты кем хочешь быть, когда вы шлишь? Я? Да. Не знаю. Ну, ты думала? Может быть, врачом? Нет. А может быть, футболистом? Нет. А может быть, пожарным? Нет. А может быть, космонавтом? Нет. А кем? Медведем, может быть? Хочешь, медведем? Ну, кем, Сабрина? Ну, что бы тебе, чем тебе хотелось делать? Танцевать. Сабрина – добрая и открытая девочка, которая хочет и любит учиться, но, как и всем детям, ей свойственны и типичные детские слабости. Сабрина, ну вот мы пришли в компьютерный класс. Ура! Это же компьютеры? Да. Вот все дети, все, 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 все. Мы посмотрели, как выглядит Африка, планета Марс и поиграли в первооткрывателей земель, а еще почитали книги и записались в библиотеку. Это время, которое мы провели вместе, полезно не только для Сабрины, но и лично для меня. А если вы хотите последовать моему примеру и принять участие в проекте «Утро в семье», то звоните по телефону редакции 233-1166, и мы расскажем вам все подробности. Субтитры создавал DimaTorzok